Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Немножко предыстории. Мы сейчас снова находимся в Хорватии. Мы приехали в семейный отпуск. Привет-привет! Не нашли стоматолога. У нас уже следующий день. И мы вот прям с бассейна едем к доктору. И у меня почему-то начался легкий стресс. А вдруг зуб придется удалить. Но не ломается же здоровый зуб. Поэтому я просто надеюсь на то, что мне его оставят хотя бы часть. И что-то там с ним придумают, как-то его подрихтуют. Если вчера просто было типа, ну случилось-случилось, то сегодня, как-то не знаю, легкая паника. Мы приехали в Пулу. Это очень классный городок. Стоматологу решать мою новую проблему. Вот мне дали документы. Нужно заполнить здесь вопросы по ковиду. Была ли я в Италии, в Китае, во всяких регионах повышенного риска, скажем так. Нам говорили, что стоит сходить в океанариум, в Пуле. Вот мы, собственно, здесь. Мы стараемся придерживаться дистанции. Здесь обязательно нужно надевать маску, но, к сожалению, не все выполняют условия. Такие водные, мир очень захватывающий. Столько всего неизвестного, столько всего интересного. От маленьких рыбок до морских звездочек, до более серьезных представителей морской фауны. Слушайте, мы посетили костюм и мумии. Были на мини-экскурсии. Я не знаю, почему я так сильно расплакалась. Видимо, я чувствительный человек. Своими впечатлениями я поделюсь с вами обязательно позже. Если будете в этих краях, то не проходите мимо. Особенно в это время, когда здесь не стоит огромная очередь из туристов, потому что сюда специально люди приезжают из всей Европы, как минимум. Да, мое шестое чувство меня таки не подвело. Побывала я у стоматолога. За визит заплатила всего 10 евро. Мне удалили ту часть, которая откололась. Немножечко там все подрихтовали, зацементировали. И сказали, что нужно ставить коронку. Поэтому я обращаюсь к вам, девчонки. У кого была такая ситуация? Я сейчас вспомнила, 6 лет тому назад мне отсюда удалили нерв из этого зуба. И тогда я не поняла, почему стоматолог так паниковала, что, блин, нужно удалять нерв. Оказывается, что я, вот знаете, балда. Мне никто не объяснил, а я сама дальше не копала. Поэтому если вам кто-то говорит, что нужно удалять нерв, имейте в виду, что этот зуб ослаблен. И со временем он может начать крошиться. И вообще можно остаться даже без зуба. Это не жизнеспособный зуб, как сейчас оказалось. И потом многие девчонки писали мне в инстаграме, что, да, ситуация не очень хорошая. Но главное, что он сломался удачно. И не совсем под десну. То есть можно еще попробовать сделать реконструкцию. Вопрос к вам. У кого была такая же ситуация? У кого раскрошился зуб без нерва, выделали реставрацию или сразу ставили коронку? Потому что коронка, это тоже такое дело, знаете ли, не самое приятное. И когда ты слышишь в 32 года, что тебе пора ставить коронку, ты так, блин, вот она старость. Но я шучу, на самом деле, есть многие... Даже моя мама, она говорит, что она там с 20 лет ходит уже с не своими зубами частично. Жить с этим можно. И, короче, я начала узнавать тоже в Кракове, какая клиника занимается реконструкцией. Мой стоматолог в отпуске. В общем, мне так ходить до конца августа. Но я нашла уже на 18 число. Мне моя подружка помогла. Нашла, значит, очень хорошего стоматолога. Это ее друг. Он занимается именно реконструкцией, имплантацией зубов. Это, в общем, еще одна проблема, которой нужно будет заниматься по приезду в Польшу. Мне просто интересно, что будет дальше. Мне кажется, что в этом году мы проверим медицину в Хорватии. Наберемся, так сказать, нового опыта. Раньше мы не сталкивались с такой ситуацией. Я надеюсь, что я в фокусе, потому что я себя вообще не вижу. Такое солнце яркое. И у нас никогда не было, знаете, чего-то нестандартного. Мы просто ехали, отдыхали, возвращались. Никогда никаких дополнительных вопросов, проблем с трассовой ситуацией не возникало. Но все разрешимо. Сейчас уже технологии настолько пошли вперед, что, я думаю, мне вставят искусственный зуб или часть его. И будем посмотреть. Кстати, когда я так говорю, я в курсе, что это неправильно. Так говорил мой папа. И как-то оно так отложилось в памяти. Это моя такая фишка. В общем, будем посмотреть. Обещала вам рассказать о мумиях. Водняне находится просто уникальное место. И оказалось, что сюда организовывают экскурсии, что люди изо всей Истрии сюда приезжают. И даже из Италии, из Венеции, из Треста. По той причине, что место считается святым. Туда даже приходят специально паломники, люди, у которых какие-то неразрешимые проблемы со здоровьем. Место очень намоленное. И энергетика сумасшедшая. Мы зашли туда, к сожалению, снимать нельзя было. И я очень уважаю и просьбы, и какие-то законы. Нельзя, значит, нельзя. Ничего там из-под тяжка не снимала, не фотографировала. Но очень интересно. Мы были единственными не просто туристами, а местными. Помимо нас никого не было. И мы надели маски, так как положено. И нам включили такую запись, аудиозапись. Послушать, значит, кто там. Там четыре мумии и также уцелевшая нога из 300-го года. Представляете, сколько лет. И на одной мумии, которой уже 800 лет, до сих пор эластичная кожа. Это мумия монахини. Она именно считается святой. К ней приходят люди просить о здравии, разрешении каких-то вопросов. И есть много доказательств того, что она помогала людям. Поэтому люди часто приходят, знаете, настолько чувствуют эту энергетику, эту силу, что начинают плакать и падают в обморок. И, видимо, поэтому я тоже где-то там расплакалась. Но, не знаю, возможно, это всё то, что тебе рассказывают. Возможно, я слишком впечатлительная. Но всё это лишним, наверное, не побывает пустить такое место. Потому что мумии, они не просто забальзамированы, а как бы сохранились ткани, а не скелет. Представляете? То есть кожа. Смотришь на ногу, и она реально напоминает ногу. Причём их ничем не бальзамировали, никак не обрабатывали. Вот так просто после захоронения сохранились тела. Я вижу, что на мальчиков это тоже произвело впечатление. Захар боялся, и Игнат с интересом стоял и рассматривал. И обычно туда стоит очень-очень большая очередь. И чтобы попасть именно в музей и к мумиям, люди ждут по несколько часов. А когда разгар сезона, бывает такое, что нужно стоять там целый день на солнце. Тут, представляете, мы просто зашли на нас, посмотрели, типа, как здесь оказались. Вот. И посетили вот такое место. Говорят, что больше свящённых вот этих реликвий каких-то находятся только в Риме. Вы знаете, что-то в этом есть. Вот идёшь, у тебя как-то так спокойно, просто, наверное, как какая-то форма медитации, что ли, потому что ты останавливаешься и концентрируешься больше на себе, наверное, на своих мыслях, над тем, что тебя волнует. Или просто вот... Я часто благодарю за то, что у меня есть. Не прошу, а просто благодарна за то, что мне посылает Вселенная. Называется покатались на велосипеде. Но что-то пошло не так. Пока шёл дождь, мы проводим эксперименты. Скитлз и газированная вода. И только сейчас поняли, что мы зря разместили здесь. Рядом два тёмных цвета. Ну, как видите, получается. Можно сделать красивую радугу. Мы сегодня проснулись. Увидели, что погода снова не очень. Поэтому мы решили, что... А почему бы нам не махнуть в Италию? Так как сейчас очень мало туристов. И отсюда до Италии недалеко. Со всеми пробками с границей. Потому что мы едем через Словению. Дорога занимает около трёх часов в одну сторону. Но я думаю, что если выехать пораньше, то можно добраться и побыстрее. Также недалеко находится город Триест. Мы были и в Венеции, и в Триесте, по-моему, даже несколько раз с Томаком до появления детей. Попробуем сегодня попасть в Италию. Посмотрим, что из этого получится. Но нам вроде как сказали, что не будет никаких проблем. А мы с вами проверим. Стоим на границе между Хорватией и Словенией. Хорватская граница ничего от нас не хотела. Они даже не смотрели никакие документы. Им всё равно, кто куда уезжает. Смотрите, как шибко уто едут. То есть, как бы, это нужно на бенди выручить. Быстро едут машинам. И нам ещё сегодня возвращаться, потому что мы едем буквально только погулять и показать мальчикам. Обычно там толпы туристов. А я думаю, что сейчас ситуация совершенно другая. Словенцы тоже ничего от нас не хотели. Даже не смотрели документы, не ставили никакие печати. Видите, что здесь не требует никто никаких тестов. И у меня украинский паспорт. И постоянный вид на жительство в Польше. И я думаю, что сегодня у нас есть все шансы попасть в Венецию. Как вам такая парковочка двухэтажных? Оставляем машину за городом вместе с ключами. И потом они сами перепарковывают всё, чтобы одну машину достать. Такая подстава сумка, которая мне так нравилась, просто-напросто развалилась. И вылетело всё её содержимое на пол. Связала в узел. Теперь рассчитываю на то, что она как-то переживёт этот день. В крайнем случае, можно купить пакет. Мы приехали в Венецию для того, чтобы показать мальчикам этот волшебный город. Кстати, действительно, вода в этом году чище. И вот сколько бы раз мы здесь не были, я ни разу не ощущала этого запаха, о котором некоторые говорят. Это, конечно, шок. По сравнению с теми годами, когда мы здесь были, не в разгар сезона, здесь практически нет людей. Венеция с каждым годом всё больше и больше утопает в воде. Конечно, это всё миллиметры, наверное, или сантиметры. Но, тем не менее, этот город когда-то может исчезнуть с лица земли. Знаете, с одной стороны, нам очень повезло, что здесь нет людей. А с другой, ты понимаешь, что насколько же сильно это ударило по каждой стране, по каждому городу. И не только туристическому, да. Едет местный трамвай, и практически все лодки накрыты. Нет работы. Нет туристов, нет работы. Мы дошли до моста Риалта. Он располагается над Гранд-каналом. И здесь обычно столько туристов, что просто боишься как бы не свалиться в воду, а сфотографироваться вот там, на белом мосту, практически нереально. Мы решили в этот раз взять в аренду гондолу, потому что мы никогда не плавали, а сейчас нас четверо, и это имеет смысл. Тем более, что для мальчишек это особенное приключение. Не спрашивайте, что случилось с футболкой Захара. То, что всегда. Кайф какой! Очень классная погода, потому что нет солнца, но вроде как нет сильного дождя, и не жарит голову. Очень комфортно. Разобьемся! Доджа! 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 15,21. Теперь у меня не изменилось в 4,000. Ой, ой! За харти! Рад, оставь, не можно, потому что вы не можете, что вы згниете тебе руки. Я слышала о тебе долго, когда мы встретились. Ты выжас, и ты молодой, а не менее это было, что они сказали. Подзвозь твою глидерку и твою гольку. Ты не можешь оцениться, что ты выжас, Конечно, кто бы что не говорил, что это попсовое место. Ничего подобного. Я очень-очень рекомендую вам посетить это место. Проплываем под мостом. Их, между прочим, в Венеции почти 500. На 70% меньше туристов, чем в прошлом году. Как они все здесь строили? Это же надо так уметь плавать, чтобы не ударяться этой лодкой везде. Полиция. Видите, как полиция, скорая помощь, все на лодках. Захотелось пиццы в срочном порядке. Поэтому присели себе тут на берегу под мостом и пойдем дальше. Между прочим, он сделан из белого мрамора, который еще называют истрийским камнем. Перед нами главное религиозное сооружение Венеции. Это собор Святого Марка в таком стиле. Он называется византийский. Крайне редко можно встретить постройки именно в Западной Европе. И здесь также хранятся мощи этого апостола и другие ценные произведения искусства. Здесь на площади находятся старинные кафе. И по легендам, именно здесь Куралесил Казанова и другие представители знатий. Мне кажется, это было наше лучшее спонтанное решение. Насколько же все-таки разнообразная Италия, правда? Если посмотреть блог из прошлого года из Тосканы, там совершенно другие виды, совершенно другие достопримечательности, а впечатления такие же кайковые просто от других мест. Только посмотрите, как красиво это выглядит вблизи. И в похожем стиле в византийско-римском также построен Сакракер. Помните? Я немножко снимала во Франции. Субтитры сделал DimaTorzok Несколько местных покупочек. Мы не привозим никакие сувениры, но зато с удовольствием покупаем что-то, что или производится в этом регионе, или что-то растет там, берем на пробу. Вот эта часть Истрии очень славится своими оливковыми полями, ну и, конечно же, оливковым маслом. Мы его пробовали и в ресторанах, и покупали просто, вот знаете, не в магазине, а где-то на прилавках. К сожалению, там, где мы остановились, не было оливкового масла в стекле, поэтому взяли в такой банке. Но я думаю, что разница не особо будет ощущаться. Тем более, что у меня есть дома стеклянная банка, я перелью. Также нам посоветовали взять вот такой мандариновый джем. Мы уже практически его съели. Вкусная вещь, и мне понравилось то, что он не очень сладкий. А это мы привезли из Венеции. На самом деле, я думаю, что оригинальный коктейль в Беллини по вкусу очень сильно отличается от того, что мы приобрели. Но было интересно. Короче говоря, Беллини – это коктейль, который был изобретен в Венеции. Он подается на разнообразных праздниках, торжествах. Это перетертые персики и игристое вино. Но везде продавалось такое. Мы взяли очень слабенькое. Нельзя сказать, что химическое, но попробовать можно, и не сильно пьянет. Если помните, я даже снимала, что при въезде в Италию не было никакого контроля в связи с этой ситуацией. Эпидемия, все дела. Границы то открывают, то закрывают. То есть, нет никакой гарантии, что утром будут проверять что-то или наоборот, а вечером нет. Ну, понимаете, да? Поэтому документы всегда нужно возить с собой. Поэтому мы взяли, и получается, перед выездом мы пришли на парковку. И, как всегда, вместе все перепроверяем, есть ли у нас документы, все ли на месте. И обнаруживаем, что нет моего вида нажительства. То есть, самого нужного, самого важного документа, как так получилось, не спрашивайте. Мы толком не поняли, но вообще-то мы ответственные люди. Я никогда ничего настолько важного не теряла. Мы поняли, что документа нет. Мы все перерыли. Мы там доставали коврики. Мы связались с полицейскими в Италии. Мы оставили контакты всем на парковке. Позвонили тем людям, которые работали в первую смену. Короче говоря, мы сделали все, что мы могли. Вот. И на свой страх и риск поехали обратно. Точнее, даже, мы очень рассчитывали на то, что границы точно так же, как утром, будут открыты. И мы спокойно вернемся в Хорватию. И тут уже на месте будем что-то думать. И как вы думаете, что было дальше? Конечно же, границы были закрыты. И проверяли каждую машину. И получается три границы. Это Италия-Словения, Словения-Хорватия. В общем, три пункта. Каждый из нас останавливал. Три разных человека. Интересовались, а где же мой ID международный? И как я вообще тут оказалась? Вот. И мне очень хотелось верить в ту историю, что мы потеряли или забыли. В общем, нас просили открыть багажник. Причем, у меня паспорт старого образца, даже не биометрический. Вот. И когда мы въезжали в Хорватию, нам не поставили печать. И в этом заключалась вся проблема. И следите за тем, чтобы все-таки вам печать оставили. Потому что мы подумали, а, ну не поставили, да не поставили. Поехали себе дальше. Оказывается, это очень важно. И иногда может спасти в некоторых ситуациях. В общем, они видели, что у всех у нас одинаковые фамилии. Что они там поляки. Короче, я потом давай искать. У меня, к счастью, всегда есть с собой фотографии документов. Вот. И мы предлагали им посмотреть. И даже там какие-то отметки в инстаграме, где мы были. И, в общем, резервацию из отеля. Чего мы им только не предлагали. Они говорят, нет, должен быть оригинал. И нас отпустили. Единственное, что как всегда в Словении, блин, пограничник. Ну, вы знаете, они выполняют свою работу. И делают это так, как должны делать. Никто не хочет себе каких-то проблем. Но так как они рассказывали, какие там были ситуации у них на границах. Чего только им не встречалось в их практике. Поэтому они сказали, ладно, езжайте. Вот. Но я спросила у девчонок в инстаграме, что делать в такой ситуации. Оказалось, что то у кого-то что-то украли. То кто-то что-то потерял. И это также происходит на каждом шагу. Поэтому нам посоветовали обратиться в полицию. Взять справку о том, что утерян документ. Игнать что-то там злится. Игнаша и обратиться в посольство Польши здесь, в Хорватии. И все будет чудесно. Но никуда невозможно дозвониться. Это раз. А во-вторых, ты не можешь просто прийти сейчас. Опять же из-за вируса. Потому что нужно как-то там онлайн регистрироваться. Никто не отвечает на письма. И я сижу и думаю, будь как будет. Знаете, потому что нам здесь еще быть 9 дней получается. И если сейчас вот так вот заморочиться. Очень сильно переживать. Там, боже, как оно будет. Как это будет? Я же вижу сюда приехала. Значит нас выпустят. И вот тем более, что у меня есть фотография, где они могут проверить, что действительно я проживаю в Польше. У меня постоянный вид на жительство, который регулярно автоматически обновляется каждые 10 лет. Поэтому с этим проблем быть не должно. Но ситуация не самая приятная. Потому что вся эта волокита с документами по приезду. Ну, как бы занимает время. Это, пожалуй, самое неприятное. Немножечко обидное. Но я думаю, что это все мелочи жизни. И кто-то там говорит, Оля, знаки свыше. Что что-то там не так. Я думаю, что жизнь вообще состоит из каких-то мелких проблем, неприятностей, радостей и печалей и так далее. В общем, проблемы нужно решать по мере их поступления. Поэтому, если вы тоже, будучи за границей, где-то потеряете документы или их своруют, то знайте, что А, заявление в полицию. Ну, точнее, вас должны зарегистрировать. И посольство, консульство. Но счастье не в счастье заключается в том, что консульство, которое, как бы, должно мне помочь в теории, это консульство Польши. Уже также находится в сплите, куда мы отправляемся уже послезавтра. Туда же приедет моя подруга с ребенком. На недельку будем отдыхать рядом. И вот такие новости, вот такие дела и обстоятельства. Но я думаю, что тоже все разрешимо и поправимо. Поэтому мы дальше отдыхаем на позитивной волне, чтобы не происходило. Субтитры сделал DimaTorzok